Для сохранения жизни и здоровья персонала и студентов в случае возникновения пожара каждый руководитель структурного подразделения и студенты обязаны изучить план эвакуации и знать, где находятся первичные средства пожаротушения и эвакуационные выходы. Ознакомьтесь с правилами поведения в случае возникновения пожара и с установленным порядком проведения эвакуации. Руководитель структурного подразделения или студент при обнаружении пожара должен поднять тревогу о пожаре и сообщить дежурному диспетчерской службы. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно сообщить по телефону 0-1 или по сотовому телефону 112. При получении сигнала о пожаре преподаватель спокойным голосом сообщает студентам путь эвакуации и место сбора. Перед выходом из аудитории студенты выстраиваются в колонну по два человека. Преподаватель берет с собой журнал теоретического или производственного обучения. Преподаватель перед выходом из аудитории отключает все электроприборы, выключает свет. Преподаватель пересчитывает студентов и направляет потоки к путям эвакуации. Преподаватель блокирует лифтовые холлы. Эвакуация проходит организованно, без разговора, шума и паники. Находясь на улице, преподаватель отводит колонну студентов на безопасное расстояние от здания. На месте сбора преподаватель проводит сверку эвакуированных студентов по журналу. Преподаватель докладывает ответственному лицу о проведении эвакуации студентов для принятия соответствующего решения. От вас и от ваших грамотных действий зависит ваша жизнь, жизнь и здоровье окружающих людей. Продолжение следует...